Всем привет! Мир человеческих имен полон самых разных тайн. В их сущности скрывается немало загадок, и все они непосредственно касаются личности, характера и соответственно будущего, названного тем или иным именем человека. Существует множество интересных фактов о мужских и женских именах, а некоторых из них многие даже не подозревали. С вами канал NAMDB, и сегодня мы расскажем 10 интересных фактов о человеческих именах. Факт 1. Современные ученые-специалисты пришли к выводу, что человеческие имена, а точнее их звучание, оказывают непосредственное воздействие на сущность и психику. Этот интересный факт об именах был неоднократно подтвержден. Чем реже и необычнее само имя, тем больше оно внимания привлекает к человеку, и тем более разрушающий эффект оно оказывает в плане влияния на психологический фактор носителя. Факт 2. Еще Александр Пушкин отметил, что множество русских имен, считавшихся редкими и позабытыми, на самом деле никогда не использовались с населением Руси, а многие из них и вовсе употреблялись только в случае наименования простолюдинов, детей, коих нарекали в соответствии с именословом посвятцем, существовавшим даже в те далекие времена. Теперь же редкие и позабытые имена начинают возвращаться в обиход, но на самом деле многие из них никогда даже не употреблялись. Третий факт. Практическое большинство русских имен, привычных современным людям, имеют несколько версий трактовки. В каждой стране и культуре трактуются по-своему, в зависимости от вероисповедания населения и особенностей культуры. Какая из трактовок по-настоящему верна, точно не может сказать ни один астролог или исследователь. Факт 4. Уже на протяжении долгого времени на Западе и в большей степени в Соединенных Штатах модно давать детям имена, связанные по смыслу с роковыми местами или событиями. Так, например, актер Джон Траволта назвал сына Джет, что переводится как «истребитель», а футболист Дэвид Бэкхэм и вовсе окрестил собственного сына Бруклином в честь района Нью-Йорка, где тот был зачат. Пятый факт. Специалисты-исследователи провели несколько интересных расследований, в ходе которых было доказано, что в большинстве случаев имя, взятое от отца или матери, может негативно сказываться на будущем ребенка и нести в себе отрицательную энергетику. Считается, что таким образом ребенок перенимает от родителей плохие черты и привязывает себя к его судьбе. Шестой факт. В древние времена люди практически не имели фамилий, в том числе и на Руси. Первые фамилии появились только во времена бояр и князей, когда им требовалось закрепить на дел, дабы наследники могли его унаследовать. У простых людей были только мужские и женские имена, но встретить повторяющееся имя было довольно сложно, так как количество используемых имен в те времена было довольно огромным. Седьмой факт. Уже многие годы на территории современной Италии наблюдается странная закономерность. Все семьи с фамилией Руси именуют рождающихся мальчиков именем Марио, притом не ставя перед собой цели ассоциировать ребенка со знаменитым дирижером. Факт восьмой. Психологи и астрологи относительно недавно сошлись во мнении, что на совместимость между половинками пары сильно влияет звучание их имен. В частности, было доказано, что сильная несовместимость возникает в случаях, когда одной из половинок всего лишь не нравится произносить имя партнера. Девятый факт. В США был некогда зафиксирован единственный до сих пор случай, когда человек на всю жизнь остался без имени по вине родителей. Они не смогли сойтись на едином варианте и решили дать ребенку шанс во взрослой жизни самому выбрать себе имя. Но повзрослев, тот решил остаться без него. Безымянного звали просто Гейтворд. Факт десятый. Астрологи пришли, к выводу и уже неоднократно доказали, что от имени зависит судьба и будущее нареченного им человека. В частности, сильное воздействие оказывает не столько само имя, сколько его символика. Это планета-покровитель, металлический символ и даже камень-талисман. Надеемся, что данное видео вам понравилось и вы узнали из него много интересного. Подписывайтесь на наш канал и чтобы не пропустить новые видео, нажмите колокольчик. Благодарим вас за внимание и до скорой встречи. Впереди еще много интересного! Субтитры создавал DimaTorzok